Добро пожаловать на канал Дзенлайн. Мы продолжаем прохождение нашего градостроительного симулятора Forest Village. В этом симуляторе мы строим деревушку, в которой, в принципе, выживаем. В прошлой серии мы закончили на том, что вылечили всех наших жителей. Мы построили лавку лекаря, мы построили шалаш знахаря и, наконец, вылечили всех наших жителей, которые болели. К счастью, у нас никто не умер, пока они болели, но у нас умер один пасечник, но он умер от старости. То есть, это наш самый первый житель, который был в нашей деревне. Помимо него у нас еще была одна женщина, которая пока еще живет. Ей 67 лет, но остальным уже подходит к этому возрасту. То есть, приблизительно, я так понимаю, среднее возраста жителей будет в районе 67 лет и дальше они уже будут умирать от старости. Так, что нам нужно сделать дальше? По еде у нас пока все отлично. У нас 3 500 еды плюс еще 200 фруктов. Есть мед. По меду, кстати, добыча зимой также приостановлена. В принципе, это логично. По жителям у нас 19. Ну, один умер. Я так понимаю, сейчас будет еще один у нас ребенок в доме. Здесь вот, например. И дальше, чтобы им рождаться, им необходимо строить дома. То есть, рассказываю для тех, кто только присоединился. Для жителей, для того, чтобы они начали свое развитие и начали, скажем так, размножаться. Им нужно свободное жилье. Вот. У нас сейчас стоят 4 дома и максимум это 20 жителей. По каждому... На каждый дом по 20 человек. Так, снимаем пока с паузы. Посмотрим, чем у нас они тут занимаются. Значит, трое у нас добывают рыбу. Трое охотятся. Четверо лес рубит. И двое делают у нас дерево. Точнее, дрова. Так. Также мы добываем глину и добываем руду. То есть, вылечить мы вылечим их у нас в следующий раз. По еде, пока у нас все есть. По инструментам тоже у нас по инструменту есть. Шкуры есть. В принципе, можем теперь выходить в одежду. Чтобы они у нас меньше грелись и меньше бегали в дома, мы должны их обеспечить одеждой. Одежда у нас... Ткацкая мастерская нужна. На нее нам, в принципе... Ну, у нас достаточно все уже есть для ткацкой мастерской. Поэтому мы ее сразу и построим. Здесь почему-то мы построить не можем. Здесь у нас мельница строится. Да, кстати, мы начали производство хлеба. То есть, мы хотим уже перейти в более калорийную еду. И начали строительство мельницы и пекарни. И, скорее всего, сейчас уйдут сюда все ресурсы наши. Надо подумать, либо уходить в одежду, либо уходить в мельницу и пекарню. Так. Ну, я думаю, наверное, все-таки лучше в одежду выйти, а дальше уже выходить, наверное, в еду. Поэтому давайте, наверное, пока мы куда-нибудь... Блин, это зима. Ни черта не видно. Ну, давайте как-нибудь поставим ее здесь. Все будет близко, все будет рядом. Я думаю, мешать не будет. Мельницу. Мельницу пока, наверное, приостановим. И сейчас все силы бросим на ткацкую мастерскую. И дальше уже будем фармить ресурсы. То есть нам нужно очень много руды, очень много камня и глины. По сену пока у нас есть. Мы сену с вами выращили на поле. Вот у нас здесь на поле. Пока у нас тут уже картофель стоит. Так, что у нас по работягам? Где у нас эта менюшка? Вот. По работягам пока у нас никого нету. Давайте одного. Пока направим на строительство. Чтобы он потаскал. Ну и, в принципе, начал строить. Рыбаки у нас ловят. Сейчас у нас уже поздняя зима. Это отлично. Еды у нас навалом. Плюс они у нас постоянно рыбачат, постоянно охотятся. Достаточно много леса. Сейчас все равно все это дерево уйдет. Хоть и 600 у нас дерево, но все это дерево нам необходимо. Что по поводу обогрева. Если кто смотрел, кто не смотрел предыдущие ролики, то угольную печь я как бы не видел, ну и больше не вижу смысла ее ставить и обеспечивать. То есть, что касаемо древесного угля, что касаемо и обычных дров, разницы никакой. Трата, ну, мне кажется, один к одному. Либо уголь намного, ну, прям чуть-чуть меньше, чуть медленнее тратится. Но не настолько, чтобы тратить целого человека и чтобы он тут стоял и перерабатывал у нас древесный уголь. Нам тратить на это слишком много времени. Так, у нас закончилась зима, началась ранняя весна. Значит, это что мы можем всех снять с охоты и снять с рыбалки и отправить на сбор. Как мы уже с вами методом тестирования узнали, что сбор дает нам больше еды, намного, причем больше еды, чем добывают нас рыбаки и охотники. Поэтому всех мы направляем на сбор именно ягод. Также, я думаю, наверное, можно снести угольные печи, раз они нам не нужны. Поставим на снос. И также вернем одного человека на пасеку и одного человека в сад. Чтобы у нас было хоть какое-нибудь разнообразие в еде. Я заметил, что здесь у нас достаточно уже много вырубили дерево. И у нас открылся доступ до всех ресурсов. Ну, я думаю, пока у нас лето, пусть они соберут все эти ресурсы, которые у нас здесь, в принципе, валяются. Они нам пригодятся. То есть, это возьмем камень. Это возьмем руда. И, я думаю, сено. По дереву пусть пока растет. В принципе, здесь у нас стоят домики лесника, которые это все срубают дело. Так, у нас появилось какое-то новое сообщение. На горизонте замечен корабль налетчиков. Давайте посмотрим, что за корабль такой. Да, у нас есть некий корабль. Только почему-то он пока пустой. И интересно, что произойдет. Я как бы хоть и поставил, что у нас есть какие-то события. Но также я заметил, что у нас есть всякие постройки, касаемо вот замка. Ворота, крепость и так далее. Ферма. Ну, как нам делать людей, чтобы они могли охотиться? Вот это вот я пока не знаю. Охотник нет. Может быть, какие-то инструменты. Плавильня, доменная печь. Может быть, здесь можно делать какое-то оружие. Давайте посмотрим, что произойдет. Когда они высадятся и высадятся ли они вообще. На острове высадились налетчики. Так, он один у нас. Он у нас в каких-то доспехах. Нажать я на него не могу. А нет, двое. Трое. Четверо. Еще и в каких-то прикольных. Так, что они у нас будут делать? Ну, оружие какого-то я у них не вижу. То есть, в принципе, они идут с голыми руками. Я не знаю, есть ли вообще здесь какое-то оружие. Потому как даже у нас нет чугун, сталь. Все. То есть, количество инструментов. Стальные инструменты. Ну, это опять же, то, чем они будут делать. Нажать я на них не могу. Что они подразумевают под налетчиками? Это я не совсем понимаю. Так, что-то он начал кидать. Начал поджигать. Так, понятно. Ну, надо тушить. Как с ними разбираться? Вопрос. Что делать, как с ними бороться? Может быть, построить рынок. Точнее, не рынок, а вот эту вот кузницу, чтобы изготавливать инструменты. Тогда вопрос, что за инструменты они там изготавливают. Давайте выберем какого-нибудь жителя и попробуем, может быть, что-то с ним можно сделать. Например, лук. Так, сначала сделаем скорость 1. Теперь заходим в жителя. Просто поэкспериментируем, да? Так, стоп. Давай, перезаряжайся. А, то есть это делается вот так, да? А сразу он не может без меня это сделать? Мишка. Мишка меня не съест? Если я ему... А, ну то есть он умирает с одного выстрела, да? Интересно, интересно. Так, давайте поохотимся немного от первого лица. Блин, ну это какой-то прям дикий фарм получается ресурсов. Но мы сожгли нашу деревню, да? Практически все горит. Ну давайте сделаем это сразу. Ты, пошли. Пошли к ним навстречу. Параллельно можно осла убить. Опа. Ну то есть, да, вот так вот они идут просто. Даже их четверо. А это главарь. Прикольно. Интересно. Все? С них никаких ресурсов, ничего, да? А интересно, а корабль мы сможем с вами захватить их? А, он уплыл. Так, пока... Постреляем в животных, которых мы здесь видим. Их, в принципе, и так достаточно много. Вот. Но это быстрее, чем если они вручную. Теперь осталось только собирать. Слушай, а мы ни разу еще с вами, да, не играли так? Так. Так, здесь все перестреляли. Куча много здесь. Куча камней. Куча много. Ага. Ресурсов здесь еще полно. И руды, и камни. Интересно, девки пляшут. Все, надыбл куча ресурсов. Куча еды. Осталось все это дело только собирать. Поехали. Сборщики. Давайте, поехали собирать все это дело. Все это добро. Всю еду. Здесь я им уже приказал, да, добывать кучу ресурсов. Поэтому работа у них выше крыши. У нас не должно быть. Да, вот они уже у нас понесли. Несет в хранилище. Отлично. Так, что у нас по мастерской. Мастерская у нас строится. Мастерскую уже сейчас построят. И мы начнем делать с вами для жителей одежду. Теплая одежда и есть просто одежда. Ну, наверное, теплую сразу можем. Посмотрим, что она еще нас требует от теплой одежды. Быстро, кстати, мы расправились с этими налетчиками. То есть, в принципе, это достаточно легко. Самое сложное перед нами это сейчас всякие цунами, торнадо, которые у нас были. То есть, оно, в принципе, не щадит и просто сносит все на своем пути. Поэтому нам, наверное, нужно будет задуматься с вами о какой-то крепости, да? Крепость замка. Блин, ну это прямо охрененные постройки. Нам еще до этих построек расти и расти. Я бы, конечно, уже начал строить еще дома, чтобы делать еще больше жителей. Кстати, наверное, можно этим и заняться и начать это делать где-то не на берегу, а может быть и на берегу. Здесь вот такое интересное ровное место. И мы можем вот так вот вдоль прямо вот этого края, берега застроить все домами. Только здесь рыбацкий домик оставим и будет хорошо. Ткацкая мастерская у нас построена. Она у нас требует лен и требует три шкуры. Вопрос, как нам производить лен? И есть еще теплая одежда. Она у нас еще требует шерсть. Шерсть, я так понимаю, нужно с овечек, которые у нас как раз таки здесь есть. Так, где у нас овечки? Вот. Ослиная ферма. Не овечки, а ослиная ферма. Наверное, от них. Рынок можно еще построить. Посмотрим, что нам могут предложить и вообще, что там нужно делать. Но мы, в принципе, можем все построить. Опять же, все зависит от количества ресурсов, которые у нас есть. Так, ну и ресурсы, и теплую одежду, и обычную одежду мы построить пока с вами не можем. Потому как нужен лен. Как у нас производится лен. Так, питание, вода, овес, содержание кур для получения мяса и яиц. Мельница. Понятно, пекарь непонятно. Лен. Можно построить что-то из вот этого. Например, там школа. Можно построить таверну, наверное, чтобы они расслаблялись. для повышения настроения. Так, шалаш это есть, это есть. Похороны это есть. Склеп не нужен. Колодец. Ну, колодец пока, я думаю, смысла нет. Ставить еще второй. Игровая площадка. Можно построить игровую площадку для детишек. Но я думаю, это залог на следующую деревню. Да, то есть где-нибудь здесь по центру ее построить. И дома у нас будут по кругу этой игровой площадки. Что мы здесь хотели дальше делать? Мы хотели дальше мельницу, я думаю, можно продолжить строительство мельницы. 6 человек у нас на мельнице. На ткацкую мастерскую. Ну, пока льна у нас нет. Непонятно, кстати, откуда его взять этот Лен. Давайте посмотрим, может быть, что-то нам скажет инструкция. Так, вот у нас помощь. Лен. Чтобы сэкономить дрова, обеспечите, добыть шкуру с помощью охотников. Постройте ткацкую мастерскую и сшейте теплую одежду из шкур. Ну, как я шью теплую одежду из шкур, если мне помимо шкур нужен еще Лен? Так, я здесь как-то замок поставил. Два раза кликал. Угу. Деревья растут со временем. Так, это ладно. Ладно. Ресурсы. Может быть, здесь что-то будет про Лен. Так, пастбище. Можно, в принципе, пастбище построить. И, скорее всего, там будут овцы. А что насчет поля? Здесь мы можем Лен делать? Картофель. Лен. Все верно. Можем. Так. Овес. Лен. Ну, давайте, наверное, Лен. Раннее лето. Не знаю, успеют, не успеют. Или начать уже в следующую зиму. На следующую зиму у нас, в принципе, дров достаточно. Еды достаточно. Дерево достаточно. Можно, наверное, построить, попробовать пастбище. Это у нас ослиная ферма выращивания ослов. Она, охренеть, у нас большая. Можно, конечно, построить порт, да, и все силы бросить на порт. Итак, я думаю, на этом можно пока заканчивать эту серию. Спасибо за просмотр. Если вам понравился данный видеоролик, то можете поставить лайк и написать комментарий. Тем самым вы мне поможете в продвижении моего канала. Всем пока.